Всем привет! Сегодня поговорим на тему, вызывающую много споров между специалистами. Как правильно перемешивать шпатлевку со стекловолокном? Обязательно ли это делать круговыми движениями? Или лучше воспользоваться классической техникой, растирая ее одним шпателем по-другому? Сторонники кругового перемешивания утверждают, что их метод позволяет лучше сохранить целостность стекловолокна. Они ругают тех, кто мешает классическим стилям, говоря, что последние рубят волос шпателем и снижают армирующие свойства шпатлевки. Так ли это? Давайте проведем тест и установим правду. Для тестирования я возьму шпатлевку со стекловолокном BODY 217. Кстати, этой весной она появится уже в обновленной таре. Она имеет эластичные волокна и без труда перемешивается как в круговую, так и обычным способом. Взвешиваю на точных весах две одинаковые порции шпатлевки по 30 граммов. Перемешивать каждую из них я буду в течение одной минуты. Этого времени более чем достаточно в естественной работе. Один из образцов в круговую, а другой рубящий вдавливающими движениями. Засекаем время и начинаем смешивание. Затем погружаем шпатлевки в заранее подписанные стаканы с растворителем. Смешанную в круговую сюда и вторую сюда. Вымешиваем все компоненты так, чтобы остались только волокна наполнителя. Процеживаем их через фильтр и выгружаем на черную поверхность капота. Каждый образец волокна на свою подписанную площадку. А сейчас давайте рассмотрим волокна при многократном увеличении. Используем линейку, чтобы оценить размер наполнителя. Заметно, что они разные по длине от 3 до 6 мм. При этом количество коротких и длинных нитей у обоих образцов одинаковое. Что говорит о том, что классический способ смешивания шпатлевки не привел к измельчению наполнителя. Подведем итог. По моему мнению, смешивание шпатлевки со стекловолокном в круговую имеет смысл только тогда, когда мы работаем с густым материалом, имеющим грубое волокно. Ее иначе хорошо не перемешать. И мы можем получить неравномерное распределение отвердителя по объему. Но если использовать современные пластичные шпатлевки, такие как Боди 217, их можно смешивать растирающими движениями, и это не приведет к снижению армирующих свойств. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете еще много нового интересного. Всем удачи, всем пока!